Если нет денег на продакшн, то выезжают на концерции. Идея, посыл, который просто взрывает мозг. Просто очень хочу, чтобы это кому-то помогло. Ребята, избавляйтесь от своих страхов. Вот от всех. Зимфира максимально не про клипы, по-моему. Забили последний гвоздь в их гробу. Я хочу показать людям, что нужно не бояться и делать, потому что нет совершенно ничего невозможного. Ну, на сегодняшний день, наверное, самое правильное название, которое я могу себе дать, это продюсер и режиссер музыкальных видео. А как это все сочетается с прошлым? Это же не сразу все началось, и до отъезда вы наверняка этим не занимались. Нет, не занималась. Это, правда, был долгий путь и совершенно неожиданный поворот моей карьеры и судьбы, потому что у меня вообще классическое художественное, архитектурное образование, и я позиционировала себя как художник долгое время, как куратор. Я курировала галерею худпрома в Одессе четыре с половиной года. Это одна из самых лучших галерей в Одессе. Ну, в общем-то, наверное, самая лучшая там. И вообще я всегда очень сильно любила музыку, это была моя страсть. Еще в детстве, когда все бегали во дворе, я записывала на VHS-кассеты видеоклипы, которые показывали на MTV. Потом бегала за всеми взрослыми, чтобы показать и рассказать им биографию Эминема, как он пришел к тому, что он имеет, и про Chemical Brothers, про Uncle. Uncle, и это все в 11 лет. Люди просто, родители мои, не совсем понимали, о чем я говорю, их друзья тоже. Но вот я очень сильно это все любила, хранила эти кассеты, пересматривала. И, в общем-то, эта страсть осталась со мной навсегда. Вот я работала в арт-сфере. И в какой-то момент мне показалось, что делать просто живопись, как-то маловато пространства. И первый мой опыт музыкального клипа был музыкальный клип для Азии Арджента. Такая есть итальянская певица, режиссер. Она была моим любимым режиссером с 15 лет. И у меня появилась возможность через группу, которую я на тот момент уже была менеджером. Они были ее очень хорошие друзья, и у меня появилась возможность ей подарить что-то в знак моей любви к ней. И я сначала хотела написать картину, а потом я подумала, что мне маловато пространства, и я решила сделать видеоклип на ее песню старую. И так хорошо это получилось, что я с ней действительно встретилась в Париже, показала этот клип, она была в восторге, подарила ей картину, а клип был основан на том, что я написала несколько картин на плексигласе и делала с ними различные манипуляции. Собственно говоря, после этого клипа у меня начали заказывать клипы британские группы. А можете перечислить, если взять с 11 лет, что это было? То есть некую эволюцию того, что вы создавали? То есть с 11 лет это все уже было на самом деле с 2017 года, моя работа с музыкальными клипами. Это не с 11 лет. С 11 лет я была полностью в плане карьеры погружена в искусство. Я всегда училась в художественных школах, потом я поступила в архитектурную академию, в строительную академию архитектурной, потом в Грековку поступила. И в общем-то я развивалась как художник, как визуал-артист, художник, который именно делает, создает картины. А в музыке я себя никак не представляла, потому что музыкального ни слуха, ни голоса у меня нет. Я пробовала учиться, но я всегда думала, что музыку можно только создавать как музыкант. И, естественно, как любой человек моего поколения, выросший в Одессе, мало имела представления о музыкальной индустрии, о том, что можно к музыке прикоснуться с этой стороны. И для меня это было большое открытие, что, оказывается, я могу применить свои менеджерские способности в сфере, которую я так люблю. А что происходило здесь, пока вы занимались художественной историей своей, создавали себе художник, что происходило с музыкальным миром в Одессе? Насколько он был близок или конфронтировался с вашими представителями? На самом деле я всегда очень поддерживала, насколько я могла, молодые группы, и у меня было много друзей. Я тоже помогала в создании клипов, как художник-постановщик, по костюмам я работала с несколькими группами, создавала обложки для альбомов. То есть я пыталась свои какие-то умения применить настолько, насколько я могу. Ну и всегда посещала концерты одесских молодых групп. Вот если говорить про одесскую сцену, мне очень нравилось наблюдать за эволюцией. У меня было много знакомых музыкантов. У меня всегда завораживал этот процесс, и хотелось быть рядом с ним. Но я себя не видела никак в этом процессе из-за того, что я не умею создавать музыку. Когда пришла идея или, может быть, ситуация мигрировать из Одессы, и это была случайность, на ваш взгляд, или вы поняли, что здесь, в Одессе, вы никуда не продвиньтесь? Ну, на самом деле, опять же, с профессиональной точки зрения, в Одессе есть определенный потолок, до которого можно дорасти, которого можно достичь. И дальше двигаться некуда, именно в этом городе. Я очень люблю Одессу. Я никогда, честно говоря, не хотела отсюда уезжать. Я всем до какого-то определенного возраста, наверное, лет до 25, говорила, что я не уеду из Одессы, я буду поднимать здесь культуру и буду делать столько, сколько я могу для каких-то развития культурных мероприятий. И я, правда, это делала. Но в какой-то момент становится сложно в том плане, что ты очень много вкладываешь энергии и не получаешь абсолютно никакого фидбэка. И это, ну, любого человека демотивирует очень сильно. А в этот момент я уже начала работать, опять же, благодаря этой галереи, в которой я работала куратором, как худпрома, я познакомилась с владельцами немецкого кинофестиваля, киномузыкального фестиваля «Саундтрек Кёльн». Это фестиваль, который посвящен музыке в видеоиграх, в телевидении, в киноиндустрии. Это фестиваль, который собирает всех самых топовых композиторов мира в одном месте каждый год. И они привозили выставку, которая называлась «Поп-арт видео». Они собрали коллекцию лучших таких айконик видео и показывали ее по всему миру. И вот они выбрали нашу галерею для показа в Одессе. Я с ними познакомилась. У нас сложились очень теплые отношения. И в первый же год они пригласили меня в жюри своего фестиваля. Со мной в жюри был Оуэн Палет из Аркадфайр. И для меня перевернулся мир в тот момент. Во-первых, они были первые, кто разглядели во мне вообще возможность принадлежать к музыкальной индустрии каким-то образом. И они оценили вот как раз мои вот эти вот, начиная с детства, наблюдения и коллекции, которые я им тоже показала относительно музыкальных клипов. И по сей день я езжу с лекциями по европейским фестивалям. Сейчас у меня есть несколько авторских лекций по музыкальному видео, в том числе восточноевропейское музыкальное видео. И про отдельных исполнителей тоже я читаю лекции. И вот, в общем-то, это все благодаря тому, что тогда они меня разглядели и пригласили. И я попала в эту тусовку. И каждый год с тех пор я езжу вот уже 7 лет подряд с какими-то проектами, лекциями на их фестиваль. Ну, что любопытно, вы очень говорите много о музыке, которая там, зарубежная музыка. И не так давно у меня был интервью, в котором я задался вопросом, что футбол был придуман в Англии, музыка, которая потом в 60-е активно переходила сюда, тоже была как бы не наша. Что у вас не так с музыкой? Да почему что-то не так? Все, в принципе, так. Особенно сейчас, когда любой человек может образовываться, даже не выходя из дома, и видеть какие-то зарубежные примеры. У нас все так. У нас очень талантливые ребята. Просто мне кажется, что у нас очень долго люди были закрыты в каком-то вакууме. И когда весь мир эволюционировал и развивался, вот в том числе и в музыкальном плане, и в плане искусства, вот на постсоветском пространстве все-таки была какая-то депривация всего, что было извне. И из-за этого не произошел вот тот скачок, рост, который произошел в остальном мире. Но сейчас наверстывают очень даже наши исполнители. Вот меня друзья повели на концерт в этот мой приезд. Группа украинская называется «Хард Кис». И я удивилась их профессионализму. То есть я не была знакома с творчеством группы, но я удивилась, насколько вырос профессионализм музыкантов с того момента, как я еще следила за индустрией здесь. Вот ваша жизнь как музыкального продюсера, ну, продюсера, который создает музыкальные видео, да, на сегодняшний день, уже находясь в том текущем положении, которое сейчас, есть ли представление, от каких иллюзий вам удалось избавиться, когда вы сделали шаг определенный к созданию тех видео, которыми вы можете гордиться, например, сегодня? Слушайте, от каких иллюзий? Во-первых, что нет ничего невозможно. Потому что моим третьим музыкальным клипом стал клип для группы, которую я фанатела с 15 лет. Для их басиста это Digital 21 и Стефан Олтсул из Plasibo. Я была огромной фанаткой группы Plasibo. И я совсем не ожидала, что моим третьим клипом будет клип для басиста Plasibo. И сейчас вот выйдет еще один клип, который мы совместно делали. То есть сейчас они вообще-то клиенты моей компании по пиару тоже, в том числе и мы с ними общаемся. И, конечно, это то, чего и ожидать вообще, будучи 15-летней девочкой в Одессе, совершенно не могла. Я разговаривал, в Петербурге мы встречались с Анатолием, он тоже смотрит музыкальные видео, музыкальные обложки, долгое время 25 лет в рекламе. И когда мы с ним обсуждали тему музыки, я задал ему вопрос о том, что есть ли у него какие-то сейчас предпочтения, насколько он привязан в целом. Музыка проник, проник ею, да. И мне поразило, что он вообще не привязывается к музыке. Даже я не знаю, что у меня сейчас в телефоне. И начинает по мне перебирать. И вот такое есть такое. То есть нет эмоционального включенности в то, что есть какие-то предпочтения, то, что он создает. Вот у вас какая история? Являетесь ли вы на сегодняшний день почитателем? Или, как говорят, фанаткой трудно. Да, да, почитатель. Другая история. Что вас цепляет сейчас эмоционально в музыке и почему? Слушайте, вот мне кажется, вот вы про этого человека рассказали, мне очень грустно это слышать, потому что, мне кажется, это такая проб деформация, которая лишает человека каких-то очень серьезных вещей. Для меня музыка всегда была уходом в другую реальность. То есть это что-то, что тебя переносит в совершенно другие миры и погружает вовнутрь себя и в то же время расширяет сознание. И потерять это, мне кажется, будет очень грустно. У меня до сих пор, да, конечно, есть предпочтения, они меняются. Я действительно привязываюсь к каким-то исполнителям, но потом перерастаю это. Но я сейчас уже их оцениваю, во-первых, с точки зрения музыкального продукта, а во-вторых, с точки зрения подачи. Меня еще очень сильно цепляет то, как тот или иной артист умеет себя преподнести, даже с точки зрения маркетинга. Меня это вот прям заводит, если человек прям хорошо это делает. Вот у меня был долгий, скажем так, роман с музыкой Томми Кэша. Тоже совершенно неожиданный поворот. И то, как он себя подает, то, как... У меня должно было быть интервью с Анной Химой. Это директор, режиссер всех его клипов. К сожалению, случился ковид, и у нас поменялись немножко планы. Но у меня есть даже... У меня даже есть лекция, с которой я езжу, посвященная творчеству Томми Кэша и его, скажем так, как культурного явления. по коллаборациям с фэшн-брендами, с Риком Оуэнсом, по построению его музыкальных видео и так далее. То есть мне нравится, когда артист целостный, когда его имидж, его визуальный язык все говорит об одном и том же. То есть он транслирует правильную мысль. Сейчас я слушаю вот из последнего, на что я так подзалипла. Это Эшнико. Это совершенно юная рэперша, которая вышла с синглом, записанным из Граймс. И сейчас я вот первый раз ее услышала благодаря Граймс, потому что я давно от Граймс фанатею. Это партнер Илона Маска. И, собственно говоря, вот сейчас такой женский рэпчик слушаю. А что нужно знать музыканту или группе, исполнителю, чтобы создавать музыкальное видео на сегодняшний день? Потому что история, когда мы в 90-е видели, то есть можно в поле станцевать, там под свою песню. Сегодня какие тенденции? Что нужно знать современному исполнителю? Ну, современному исполнителю нужно, во-первых, опять же, иметь вот этот свой четкий визуальный язык и голос, которым он общается с аудиторией. Тогда режиссеру легче считать и протранслировать то, что он несет. Ну вот я же клипы снимаю не только как продюсер, но и как режиссер. И мне приходится общаться со всеми музыкантами, для которых мы снимаем клипы. И, собственно говоря, очень часто в большинстве случаев, наверное, практически во всех случаях, музыканты доверяют режиссеру. Но чтобы режиссер... Ну, в моем, на моей практике. Но чтобы режиссер четко считал и произвел продукт, которым будет довольны музыканты, который будет продолжением их музыки, их мыслей, их текстов и всего, квинтэссенции всего, что они хотят сказать, они, конечно, должны это иметь. Они должны понимать, о чем они говорят. Они должны иметь четкий месседж. Насколько это редко сейчас, для сегодняшнего времени? Мне везет работать с такими хорошими исполнителями. Во-первых, я еще могу себе позволить выбирать на самом деле. Не потому что я такая, что эти мне нравятся, эти нет, а потому что опыт уже подсказывает, что если сразу не стыкуется, то хорошего продукта не получится. Я привыкла отвечать за то, что я делаю. И поэтому я предпочитаю все-таки после первой встречи решать, будет у нас что-то дальше, будет какая-то работа. А что должен сделать исполнитель, чтобы вы ему отказали? Да он ничего не должен сделать. Он просто, просто это как во всем, люди либо стыкуются, либо нет. И я просто привыкла быть честной с собой, честной с людьми, с которыми я работаю, потому что для меня качество работы очень важно. И для меня этот процесс, он достаточно личный такой. И так как я пришла из художественной сферы, я вкладываю очень много в себя, и это такое мое творчество. И мне не хочется делать это с людьми, которые со мной не на одной волне. То есть вот только так. А что нужно знать людям, которые вот только хотят заниматься так называемым музыкальным продюсированием? Это достаточно широкая такая ниша, если можно так назвать. И чтобы вы рекомендовали, с чего начать, что сформулировать, чтобы человек двигался, не буксируя. Слушайте, вы очень правильно сказали, что это безумно широкая ниша. И еще и сейчас музыкальная индустрия эволюционирует просто с каждым днем. Буквально за 10 лет она изменилась до неузнаваемости. И я бы посоветовала любому, кто хочет стать музыкальным продюсером, только две вещи. Избавиться от всех страхов и идти вперед. Все. И обучаться новому каждый день. Потому что если раньше, я не знаю, на бухгалтера можно было выучиться и всю жизнь работать, или на архитектора, или еще на кого-то, то здесь это процесс бесконечной учебы, процесс бесконечного опыта, какого-то проб и ошибок, и опять же каких-то моментов, которые ты всегда изобретаешь новые. Потому что мир настолько конкурентен сейчас из-за медиапространства, которое переполнено информацией, что если ты не выдаешь новый продукт каждый день, то ты просто захлебываешься. Что общего между художественным творчеством и творчеством в создании музыкальных видео? Ну, ядро везде одно, потому что в любом случае это какой-то месседж, который ты тоже сам вкладываешь. Просто художественное творчество, если говорить о живописи, то это картины, которые ты... Ну, это, грубо говоря, твоя рефлексия на мир, которую ты выносишь навне. А музыкальные видео — это тоже твоя рефлексия на мир, то есть это тоже то, как ты чувствуешь, но под призмой музыкального произведения. То есть это такая коллаборативная работа. Опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, почему нельзя работать с людьми, с которыми ты не стыкуешься, потому что эта химия просто не произойдет и не будет доволен ни один, ни другой. Потому что это все-таки такой алхимический процесс, когда должно все совпасть. Что поменялось с переездом в целом? Поменялось все. Поменялось полностью мое мировоззрение, моя жизнь, и я стала совершенно другим человеком, мне кажется, лучшей версией себя, как принято сейчас говорить. Что вы уже не ощущаете, не испытываете, возвращаясь в одежду? Тяжесть. Больше не испытываю. Мне было очень тяжело здесь жить, если честно, эмоционально, потому что, когда нет реализации творческой, когда очень много энергии, а нет пространства, чтобы ее реализовывать, у меня была постоянная фоновая тревожность и фоновая тяжесть такая, которую я даже перестала замечать, потому что она была всегда со мной. И это первое, что произошло со мной там, когда я приехала, и как будто я скинула с себя груз в тысячу тонн, и больше он ко мне не приходит. И поездки мои первые в Одессу к родителям, они все равно возвращали меня в это состояние, поэтому я старалась очень коротко как бы пребывать здесь. Хотя люблю Одессу, но все равно, ну, такие психологические моменты, у всех есть тараканы в голове. Но вот именно первая поездка, вот эта моя, состоялась, когда я это не чувствую больше. То есть я от этого освободилась, но это был долгий процесс, долгий путь и психологическая работа, серьезная. Я смотрел одну из коротеньких ваших недавних интервью здесь, в Одессе, собственно, на него будет здесь, чтобы говорить с людям. И вы там снимали несколько клипов на поселке Котовского в Одессе, да? Да. Во-первых, почему такая локация? Очень странная, на мой взгляд. Ну, во-первых, я родилась на поселке Котовского. Во-вторых, мне кажется, что это безумно красивая эстетика, и она очень подошла и к ощущению песни этой, такой постапокалиптической, если честно, немножко, и вообще к концепции, которую я построила для клипа. И, в общем-то, он получился действительно очень хороший, и посыл очень позитивный. Многие люди не считали посыл, но на самом деле там посыл любви и добра в конце клипа. Я сейчас расскажу, ну, суть клипа в том, что пришелец с другой планеты прибывает на нашу планету, и он попадает на поселок Котовского. Что самое смешное, британцы просто в восторге от этого, для них это новая эстетика, свежая. Но многие мне сказали, о, класс, это Чернобыль! Это было очень смешно. Но, значит, пришелец попадает вот в такой спальный район, и он видит все радости спального района, то есть где-то гопники пьют пиво, где-то полицейские кого-то скрутили и так далее. То есть он как бы получает опыт сразу такой негативный. И в конце клипа он видит, как девочка со своим сыном собирают мусор на закате, и, в общем-то, это такой посыл добра, и он уже перед... И в тот момент он собирается нажать на кнопку «Перезагрузить эту планету». Но он меняет решение, мы сделали как бы открытую концовку, неизвестно, перезагрузил он в итоге или нет, но, скорее всего, нет. Этот именно клип стал известен? Да, он стал вирусным в Одессе. Почему? Как вы считаете? Слушайте, ну, во-первых, это моя любимая работа, и я считаю, что он правда хороший. Он правда хороший, он правда целостный очень получился, и там правда очень красиво показан поселок Котовского. То есть у нас первые кадры начинаются возле школы, возле потрясающей... Это 14-я школа, там потрясающая советская мозаика. Я сейчас увлеклась для другого проекта уже год как советским искусством, вот, искусством советского времени. И мне безумно нравится эта эстетика, и эти кадры, они потрясающие. И вот Вадим Дусьманс, оператор мой, мой партнер по многим проектам, сделал потрясающие кадры просто рассвета с этими мозаичными фигурами, с этими зданиями. Они как бы, с одной стороны, постапокалиптические, но мне кажется, что он достаточно такой теплый получился и душевный. Потому что, ну, я в него вкладывала самое теплое, потому что я не стесняюсь своих корней, я всем рассказываю, что я из Одессы, я вожу своих друзей из Лондона в Одессу каждый год на кинофестиваль, по пять человек, и все в восторге, потому что мне хочется свой город показывать и продвигать, и рассказывать, откуда я. И вот таким образом я отдала такую дань поселку Котовского, где я родилась и где все началось, собственно. Одним из таких моментов признания, наверное, самых больших для нас стал момент, когда нашу идею с вот этим инопланетянином мы увидели в воплощении группы Крем-Сода. В их последнем клипе у них абсолютно такая же концепция. Естественно, они сделали это не один в один, но читается очень четко. Ну, так как в нашей стране и в соседней тоже нет никаких авторских прав на идею, естественно, мы ни о чем говорить не можем с ними. Но это было крутое признание для нас, что вот так вот произошло. Вот что любопытно, как вы простраиваете коммуникацию между исполнителем, вашим с исполнителем, и с исполнителем, собственно, операторов, людей, которые там, которые остаются за кадром по большому счету. Потому что главная работа, ведь она остается за кадром. Были ли моменты, когда вы столкнулись с какими-то преградами и трудностями в восстановлении контакта? Прежде всего, с исполнителем, наверное, потому что редко можно встретить на самом деле исполнителя, который говорит, делайте свою работу, а я сделаю все, что вы скажете. Да. Ну да, это редкость. На самом деле, мне повезло в том, что пока у меня были только рабочие какие-то моменты, то есть только рабочие корректировки, я всегда беру всю коммуникацию на себя, потому что, ну, мне как бы ближе. А с моей стороны, мне опять же повезло иметь потрясающую команду. Это и Вадим Дусьман, и Максим Денисенко, которые монтируют все мои музыкальные клипы. Это люди, с которыми я очень давно знакома, с которыми мы чувствуем друг друга на расстоянии, и нам не нужно каких-то лишних слов. А с исполнителями, опять же, я стараюсь выстроить коммуникацию максимально доступно, чтобы им было понятно, что мы делаем. У нас прозрачный процесс всегда, мы все очень четко оговариваем. И вообще, да, конечно, они требуют корректировок часто, но это все обычный рабочий процесс. Сколько у вас хватит времени для того, чтобы описать весь процесс и предоставить это описание всем сторонам? То есть, исполнителю и людям, которые будут это все воплощать? При продакшен, имею в виду? Ну, это зависит от проекта, если с первого раза, в основном, с первого раза все утверждается. Ну, чтобы полностью выстроить при продакшен, наверное, ну, недели две-три. Можно быстрее. циклописание. Да, это если не в режиме на вчера, потому что мы можем и так, было разное, но если делать все по уму и никто никуда не торопится, то недели две-три обычно уходит на согласование, на прописание идеи, прописывание идеи, на подготовку тритмента. Это документ, который содержит все референсы, примеры, визуальные язык, концепцию, синопсис и так далее. Сейчас люди посмотрят, скажут, боже, какие у нас, пойдут читать, что такое синописание, и будут читать. Читайте. Пусть читают, потому что я сама это читала. Поверьте, я не родилась, зная все это, а выучила за процесс работы. Кем бы еще хотелось поработать и что бы еще хотелось сделать в музыкальном продюсировании? Мне очень бы хотелось поработать с Граймс. Мне она очень импонирует из музыкантов. Ну, естественно, есть группы, какие-то иконы, которые со мной с детства. Там это Анкул, это Тул, это Эпофект Циркл, это Кемикал Брадерс. Ну вот, как бы мечты. Есть желание с ними поработать. А какой был еще вопрос? Что бы хотелось еще сделать в профессии? Да я практически ничего еще не сделала. Хочется продолжать в том же духе. Я только в самом начале пути. И я просто очень удивлена, насколько это интересная, яркая профессия. и как я вообще потеряла столько времени и не знала про это. Но в то же время все происходит вовремя, правильно? Все происходит тогда, как должно, поэтому наверное, тогда у меня не было того опыта и, может быть, было больше страха. У нас было три интервью, вернее, четыре интервью, но в трех из них были отсылки, прямые отсылки через прямое рукопожатие к Земфиле. То есть люди каким-то образом с ней соприкасались, либо намерены это сделать. Вот ваше представление там, есть такое, чтобы если бы у меня была возможность снять клип Земфири, то это был бы клип на эту песню, вот, или он выглядел бы вот так. Клип Земфири, вот никогда не думала снимать клип из Земфири. Земфира максимально не про клипы, по-моему. У нее настолько насыщенный ее, вот она редкий феномен, когда настолько насыщенное ее музыкальное творчество, что она даже не требует продолжения в визуале. Все могут создать этот визуал в голове, и все клипы, которые у нее есть, они достаточно скромные, кроме черно-белого красивого клипа, я не помню, не помню название. Ну вот, на MTV показывали его в моем детстве. Вот, по-моему, там только один клип есть такой, замороченный, а все остальное это просто визуальный какой-то такой скромный достаточно ряд. Я могу ошибаться, я не была никогда фанаткой Земфири, я не высматривала там все ее клипы, возможно, сейчас поднимутся фанаты и скажут, что они божественные. Я просто не видела ничего для себя такого особо выдающегося именно в ее визуальном творчестве, в ее клипах. Конечно, она как русский Курт Кобейн, наверное, ее творчество просто останется в веках музыкальное, я ее очень люблю и уважаю. Наверное, один из первых концертов в моей жизни, на который я пошла, была Земфир. Есть люди, которые считают, что это претендис, в принципе, то, как она выглядит, и то, как звучат ее пластинки, особенно первые, да? Вы проводите какие-то параллели между тем, как звучит наш одноязычный исполнитель, и есть какие-то аналоги, которые притянуты к нему и за рубежом? Сейчас уже меньше. В какой-то момент действительно, вот, допустим, русскоязычные исполнители, они были очень увлечены тематикой брит-попа, ну и украиноязычные тоже, там, тот же Океан Эльзы, но это поколение уже ушло, его больше не существует. Сейчас пришли, вот сейчас вот именно в русскоязычной музыке пришла потрясающая новая волна, это группы, от которых вот я правда фанатею, кстати, вот о музыке еще, я вспомнила о музыке, которую я слушаю, которую я люблю, у которых сумасшедшие просто клипы, и с которыми я бы хотела поработать, это Short Pari и это Ice Peak, это ребята, которые просто порвали вообще все представления о музыке, похоронили прошлое поколение вместе с Земфирой, B2 и всеми, и же с ними, да, и просто забили последний гвоздь в их гробу. Ну, это же мрачновато, особенно Ice Peak. Ну, искусство должно быть какое-то такое, мне кажется, на грани, они же делают искусство, Ice Peak вообще не позиционирует себя как музыкантов, они позиционируют себя как мультимедийный проект, который вот как раз-таки включает в себя и визуальный ряд, и они сами все это делают, и какой-то их, какой-то месседж, который они несут, это потрясающий феномен, они разные очень, шорт-пари, шорт-пари совсем о другом, но это было для меня феноменальное открытие, когда я их услышала, и эти музыкальные клипы это нечто. Когда вы начинаете работать с чем это ни было, клип или какая-то связка, что должно получиться в итоге, а что происходит? Все начинается с сон, это лист бумаги, это планшет, телефон, как вы раскладываете весь этот процесс для себя, как вы обозначаете, или это может быть сон, и проснувшись вы тут же начинаете что-то там начать? Вообще бывает по-разному, зависит от того, насколько я уже жила этой песней. Я слушаю песню, на которую нужно сделать клип, и стараюсь максимально расслабиться, то есть я не пытаюсь специально придумать идею, я стараюсь ухватить что-то, что приходит само с музыкой, потому что это самые чистые всегда идеи, и самые такие близкие к контенту, которые нужно показать, да, и вообще я, конечно, человек old school, я закончила еще архитектурную строительную академию, где мы чертили руками очень много архитектурных деталей, проектов, разбавленной тушью, то есть у меня это все бумага, карандаши, вот это все у меня тактильное, очень напрямую связано с самовыражением, то есть я так и не привыкла к рисованию в планшете, слава богу, у меня есть люди, которые профессионально это делают, вот тоже хорошее, еще одно, вот то, что я вспоминаю по ходу дела, еще один совет для людей, которые хотят заниматься музыкальным продюсированием, учитесь делегировать, потому что думать о том, что ты можешь сделать все, это можно на первых порах, но это ошибочно, потому что люди профессиональные всегда сделают что-то лучше, выбери что-то одно и двигайся в этом направлении, изучай и так далее, потому что всегда будет выигрышно найти правильную команду и людей-единомышленников, которые помогут в этом. Да, я рисую на бумажке и записываю вручную, если никто этого уже не делает, но мне кажется, это как-то оживляет процесс. Как это выглядит? Это раскадровка, это сразу синопсис, это заметки, стрелочки. Вот у вас какие возникают образы, которые вы переносите на плоскость? Ну, я смотрю много референсов, которые, мне кажется, соответствуют тому, что есть у меня в голове, чтобы объяснить команде визуальный язык, чтобы объяснить команде, как это должно выглядеть, какой должен быть цвет. Потом, конечно же, я записываю идею в зависимости от того, на каком языке. Обычно сначала на английском, потому что нужно ее преподнести группе, ну и команда у меня, слава богу, читает. Так что, по большей части, это англоязычные документы. Ну и потом начинаю делать раскадровку, но это уже ближе к продакшену. Вот вы сегодня проснулись, да, и что у вас возникло, какие идеи возникли, или какие, может быть, фрагменты того, что вы там доделываете сейчас, или вносите в себе? Ну, если вы про то, какие проекты сейчас у меня в голове, и о чем я думаю... Можете их не обнажать, то есть не раскрывать, но... Ну, у меня сейчас вообще как бы закрутился процесс наконец-то с проектом, над которым я работаю уже год. Это очень большой проект сериала. Это сериал о советском искусстве. И это такой масштабный проект, которого я еще не брала на себя никогда до этого. И сейчас все мои мысли с этим сериалом, я надеюсь, что все получится с ним, но это опять же это какие-то годы будут работы. Какое понимание полезности того, что вы делаете для других? То есть как вы узнаете, что другие люди, которые смотрят, присматривают, спрашивают об этом, что это для них полезно? Ну, мне вообще-то много пишут, много отзывов, и в основном они все очень позитивные. И вот из этого я делаю выводы, что хотя бы кто-то сегодня улыбнулся и увидел что-то, что ему было приятно. То есть не потратил там просто на скроллинг какие-то там пять минут времени, а увидел, узнал что-то новое. Для меня очень важно помогать людям узнать что-то новое. Ну, не то, чтобы я знаю очень много нового, я просто постоянно что-то сама узнаю, и мне хочется этим делиться. И мне кажется, что это важно сейчас, особенно в наше время, делиться какими-то навыками, делиться опытом, делиться своим мировоззрением, потому что самая большая для меня награда и понимание того, что это нужно, это когда люди говорят, что что-то, что я делаю, вдохновляет их на их работу и их творчество. И это может быть что угодно, они могут быть архитекторами и строить дома, они могут снимать кино или писать картины или там, я не знаю, писать песни, но главное посыл, главное, что я хочу показать людям, что нужно не бояться и делать, потому что нет совершенно ничего невозможного. Да, это долгий путь, да, нельзя перескакивать ступеньки, да, это не будет завтра, все и сразу, но сам процесс, это же наша жизнь, это же и есть вот этот кайф. Противоречи, с которыми вы столкнулись при создании какого-либо проекта? Как вы поняли, что это противоречие? Как вы шли из них? Противоречие? Что вы имеете в виду? Когда вы что-то создаете, вы понимаете, что, блин, что-то не то, что-то не вяжется по каким-то... Неудачные проекты типа такого, да? Ну, противоречие, это внутренние конфликты, которые возникают при создании чего-то, тебе кажется, что вроде бы все, то есть тебе говорят, все здорово, все замечательно, вы спрашиваете, ну как, ну как, ну как, допустим, да? А внутри себя чувствуете диссонанс какой-то, что вот оно вообще никак не то? Ну, у меня был такой момент, когда я как раз работала с людьми, с командой, с которой у нас не было стыковки, после этого я не захотела больше работать с такими людьми. Да, я под этим проектом даже не стала подписываться. Сложный был. противоречие было в том, что мы никак не могли договориться по идее, а в итоге идею взяли мою, а меня задвинули. Ну, как бы, это классическая ситуация, когда люди не смотрят дальше своего носа и считают, что вот, живут последним днем, сегодня мы сделаем, сегодня мы там тех-тех-тех людей бикинем и так далее. Вот, поэтому я предпочитаю теперь работать с людьми, которым я доверяю. Как ваши родители на сегодняшний день относятся к тому, что вы делаете? Насколько они вникают или это далекая от них вообще тема для галактики? Нет, мои родители всегда очень меня во всем поддерживали, я очень им за это благодарна, они следят за всеми моими релизами и очень помогают мне, если нужны какие-то вещи в Одессе сделать или узнать или там что-то как-то помочь, они всегда включаются в процесс и я очень им за это благодарна. Они прям правда любят то, что я делаю и мне кажется, что я на сегодняшний день могу сказать, что им даже приятно. У вас есть рецепт как можно за недорого, ну раньше, опять-таки 90-го в наше время, клип за 100 долларов и так и все. Есть ли у вас рецепт того, как использовать современные диджитал-технологии, вообще гаджеты и так далее, делать клип, который не будет стоить столько, сколько там клип Юрия Бардаша, например. Что нужно сделать? Конечно, есть. Очень многие потрясающие вещи не требуют огромных вложений и огромного бюджета. Для этого нужна очень такая четкая идея. Идея-посыл, который просто взрывает мозг. И там уже не столько важна визуальная подача, не столько важны камеры, на которые ты это снимаешь, это может быть снято на мобильный телефон, но чтобы этот клип реально нес в себе что-то очень сильное, сильный посыл. То есть тут концепция только. если нет денег на продакшн, то выезжают на концепцию. Сколько может длиться пост-продакшн с вашей точки зрения? Оптимальное время, потому что люди могут и годами что-то доделать. Две недели. Если больше начинается уже какая-то тюрьма. Да, если больше, то начинается исправление, переисправление. нельзя давать тоже возможность музыкантам залезть тебе на голову и свесить ноги и дать им понять, что мы можем исправить все. Это тоже такой момент, которым я училась в процессе, потому что мне сразу казалось, что надо всем угодить, исправить все, что они хотят, а многие просто делают вот эти какие-то корректировки ненужные для того, как говорят в английском because I can, просто потому что они могут с тобой сейчас вот этот разговор вести и они хотят на все деньги сделать исправление, потому что им казалось, что там, допустим, очень быстро все снято и они могут до бесконечности еще тебе предлагать коррекции. Как вы понимаете, что сейчас время остановиться в процессе? Когда смотришь клип и понимаешь, что он действительно цельный и любой кирпичик, который ты передвинешь или вытащишь или поменяешь, разрушит всю структуру. И я стараюсь это объяснять. Это спасибо тоже моей команде, это они меня этому научили, они имеют гораздо более длительный опыт в продакшене, чем я, и они очень большие мои учителя, я благодарна им за их терпение, потому что даже они понимали, что я начинаю сначала, и они мне все очень терпеливо всегда объясняют. Какие побочные действия в вашей профессии? Побочные? Ну, не знаю. Сон? Еда? Провдеформация, что, допустим, я смотрю каждый клип с точки зрения продакшена и немножечко теряется иногда магия, потому что я замечаю какие-то вещи, которые раньше бы не замечала и получила бы больше удовольствия. Но в то же время, когда это сделано безупречно, как у Short Pari, то тут вообще вопросов нет, это просто тебя затягивает, ты смотришь, и ты уже не видишь ничего. Как бы вы могли объяснить то, что сейчас происходит в музыкальном продюсировании людям, которые в конце 80-х считали музыкальное продюсирование как мужик с денежным мешок, который спонсирует все там туры, клипы. Ну да, 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 все, все потребности группы. В чем разница? Ну, во-первых, слушайте, сейчас это такой запутанный мир, во-первых, уже лейблы не так важны, уже любой музыкант может записать на самом деле, и вложения не нужны такие серьезные, как в 80-х, любой музыкант может записать дома в домашней студии трек, и он будет просто бомба. Поэтому нет уже таких, конечно, вливаний в музыку, потому что уже и диски не продаются, уже совершенно другие схемы по зарабатыванию денег на ройалти, это все меняется постоянно с ростом технологий, Spotify изменил, опять же, весь наш мир. Я еще помню, когда я в Одессе на книжке переписанные диски покупала тул, которого никто не знал тут, и сейчас ты просто открываешь телефон и у тебя есть все, и это, по-моему, потрясающе. Как музыка сейчас попадает в уши? Слушайте, ну, честно говоря, я и контекстную рекламу тоже использую, вот я именно тот человек, на которого это рассчитано, потому что сейчас настолько искусственный интеллект, или кто там за это ответственен, формирует контекстную рекламу, что у меня очень много музыкальных исполнителей выползает, и, соответственно, они по моему Spotify, наверное, как-то подбираются по моему плейлисту, соответственно, тем, кого я слушаю, и вот многих я вот так вот открыла. Ну, это из самого, как бы, это самый простой уровень, а так, конечно, много рекомендуют мои друзья-музыканты, или я сама там перехожу дальше-дальше. Мне всегда очень интересно, интересен весь процесс, допустим, если музыкант сделал что-то, с кем он это сделал, кто работал, какие есть завязки, линки с другими группами. Ну, и всегда вот по этой цепочке можно пройти и открыть для себя очень много нового интересного. О чем я не спросил вас в этом интервью, что важно, чтобы произнесли на услугу на камеру? Это будет скорее рекомендация от меня, основанная на моем личном опыте, я просто очень хочу, чтобы это кому-то помогло. Ребята, избавляйтесь от своих страхов. Вот от всех. Просто мы живем эту жизнь, и она у нас одна, мы не знаем, что будет дальше, и каждый день упущенные возможности лишают нас возможности дальше как-то реализовываться. поэтому просто если вы хотите чего-то добиться, беритесь за все возможности и неважно, знаете, куда вас ведет это или нет, потому что на самом деле мы ничего не знаем. И старайтесь отпускать контроль. Какое творческое задание вы предлагаете людям, которые смотрят выпуск, и что они получат? О, это очень интересно. Творческое задание это супер. ну вот я бы хотела провести параллель с моим этим клипом, который я сняла там, где я родилась, да, на поселке Котовского. Будет, наверное, ссылка на него, да? Ссылка в описании. Всегда хотела это сделать. Подписывайтесь на мой канал. Шутка, у меня нет канала. Это другая ссылка. Лучше. Вот. Творческое задание мне бы хотелось дать, чтобы попросить, чтобы вы, если хотите, записали небольшое, короткое музыкальное видео в любимом месте своего города. Вот то место там. Это может быть какой-то, вот как в моем случае была школа с этой мозаикой, да? Или это какой-то дом, или это какой-то театр, или это какая-то заброшка, или поле. Что-то, где вот вы чувствуете свою, скажем так, сопричастность с этим местом. Это может быть короткий ролик с вашей любимой песней. Кусочек любимой песни, наложенный на какой-то видеоряд в том месте, которое вы любите в вашем городе. И что будет за то, кто сделает лучший клип? Да, что будет? Что будет? Что будет? Я стараюсь много клипов снимать в Одессе, и поэтому я могу предложить сняться в массовке в следующем клипе. То есть человек, который выполнит творческое задание, и вам понравятся результаты, будет в массовке клипа чего? Неизвестно? Пока неизвестно. Ну, у меня несколько проектов в разработке, просто я еще не знаю локации, где они будут сниматься. Так как у меня есть проекты и в Одессе, и в Питере, что-то даже в Москве, то география расширяется, и это может быть любой из этих городов. Либо Лондон. Хорошо, все. Лондон. Субтитры сделал DimaTorzok